В России появился микрон. Речь о новом штамме коронавируса. Его зафиксировали в конце недели у россиянки, которая прилетела из ЮАР. Об этом ей сообщили врачи. Сначала экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Однако женщина и еще несколько человек чувствовали недомогание, поэтому их отвезли в обсерватор под Сергиевым посадом. Буквально за сутки у инфицированной поднялась температура и начался сильный кашель. После чего их решили перевезти в другой обсерватор, на этот раз под Москвой. Женщина в целом чувствует себя удовлетворительно и активно снимает видео для соцсетей о своих буднях. В стационаре она проведет как минимум две недели. Напомним, новый штамм ковида омикрон зафиксировали в начале ноября в ЮАР. Друзья, я, к сожалению, заболела. У меня всю ночь была температура, очень сильный кашель, болит горло. Вот вам очередной ром-тур. Это мой новый дом на ближайшие две недели. Отдельный бокс. Он у трех людей, но я здесь буду одна. Коронавирус не спешит уходить из нашего региона. На фоне общего снижения заболеваемости по стране, у нас она идет вниз не такими быстрыми темпами. В результате по количеству заразившихся сегодня мы делим шестое и седьмое место с Краснодарским краем в списке субъектов России. И у нас, и в Южном регионе по 713 новых случаев заражения. В самом Красноярске 176 заболевших за сутки. Немного снизилось количество людей, которые находятся на карантине. Сейчас таких 54 600. Выздоровели 749 бывших пациентов. 33 человека не справились с болезнью. Горожан просят не ходить на корпоративы. С таким воззванием в сети выступил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. По его мнению, культурно-массовые мероприятия по Новый год нужно исключить. Все потому, что заболеваемость остается очень высокой. Больше всего от вируса по-прежнему страдают пожилые люди. Те, кому за 65, их почти 45% от общего числа заболевших. Дети от 7 до 14 лет тоже составляют значительную долю, почти 20%. Главный санитарный врач региона попросил особо тщательно соблюдать противовирусные ограничения и, конечно, прививаться. Мы подходим к новогодним праздникам с высокой заболеваемостью. Поэтому призываю всех жителей краева сдержаться от участия в новогодних, праздничных, корпоративных, культурно-массовых, зрелищных мероприятиях. Исключением могут быть новогодние утренники в дошкольных образовательных учреждениях, но в рамках одной группы или класса. Также желательно свести до минимума контакты с другими людьми. Провести праздники в семейном кругу. Это уменьшит вероятность инфицирования. В Емельяновском районе бензовоз опрокинулся на дорогу и загорелся. ДТП произошло в субботу возле дачного товарищества «Изумрудный лук». Грузовик опрокинулся из-за наезда на препятствие. В результате на дорогу разлилось около 10 тонн дизельного топлива, которое загорелось. Место пожара оперативно локализовали и начали тушить. В аварии пострадал один человек. Это водитель бензовоза. Но, как уточнили в полиции, серьезных травм он не получил, поскольку успел покинуть кабину автомобиля. Движение на участке было прикрыто в обоих направлениях. В СИЗО на два месяца водителя, который сбил кадета, отправили под стражу. Об этом сообщает представитель МВД. Сейчас возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, а также в том, что он оставил место ДТП. Напомню, все произошло в конце прошлой недели. 16-летнего ученика кадетского корпуса обнаружили бессознание на улице Малиновского. У него были множественные травмы. Парня госпитализировали. Полиция нашла виновника аварии. Он, в свою очередь, заявил, что не заметил ребенка. Сейчас невнимательному водителю может грозить до 7 лет тюрьмы. Войны с УК продолжаются. Жители Красноярска жалуются, что их управляющие компании подделывают документы, протоколы и подписи. Они не отпускают жителей и их дома из-под своего влияния. Факты нарушений уже не раз подтверждены стройнадзором, прокуратурой и полицией. С недавнего времени эти ведомства стали работать в плотном тандеме. Всего за три месяца удалось выявить десятки нарушений. В 18.00 мы расскажем о подобной ситуации и как жителям справиться с подделкой документов. Длинная очередь на самой длинной лестнице в России. Новый объект на Таргашинском хребте в эти выходные отметился небывалым ажиотажем и, как следствие, давкой. Красноярцы массово решили осмотреть новую туристическую достопримечательность. На лестнице образовалась очередь в обе стороны. Людям приходилось передвигаться колоннами. Сколько всего человек решили пройтись по лестнице, посчитать сложно, но в будний день ее посетили больше тысячи. Кроме того, красноярцы жаловались на недостаточное количество парковок. Людям приходилось ставить авто на обочине, в итоге их эвакуировали. Добавлю, что лестница самая длинная в стране. Она растянулась на 1 километр 200 метров. Ее открыли 1 декабря. Пассажиры 37-го автобуса на выходных не могли доехать до конечной. Люди жаловали, что водители высаживают их в районе улицы Базайска. Именно там у 37-го маршрута была последняя остановка раньше. Причина – повышенный интерес красноярцев к новой лестнице на Таргашинский хребет. Горожане устроили к ней настоящее паломничество. Многие туристы оставляли машины аж за две остановки до конечной. В итоге вереница автомобилей растянулась до разворотной площади автобуса. Ее водители тоже запарковали личными автомобильными. В результате у водителей автобусов попросту не было возможности завершить маршрут. Футбольный Енисей может остаться без главного тренера. По предварительной информации, Виктору Треневу, который сейчас занимает этот пост, после удачной серии игр сделали выгодное предложение. Сейчас Енисей занимает девятую строчку турнирной таблицы ФНЛ. Из пяти матчей, которые команда сыграла в ноябре, одна в ничью и четыре победы. В том числе над одним из лидеров чемпионата Аланьей. Виктор Тренев возглавляет тренерский штаб с 31 августа этого года. Как известно из наших источников, сейчас тренер находится в Тюмени на отдыхе. Но клуб ведет с ним переговоры. О ближайшем будущем Енисея сегодня в нашей студии расскажет его директор Алексей Ивахов. Смотрите интервью в вечернем выпуске новостей в 19.30 на 7. Открытые бассейны и термальный комплекс могут появиться на берегу Енисея. Здравительный центр собираются построить возле медицинского университета, между памятником Андрею Дубенскому и берегом. Участок занимает почти 13 тысяч квадратных метров. Находится он на склоне, поэтому он сложный для строительства. Чтобы начать работу, нужно получить разрешение отступить от красной линии застройки и включить в проект подземную парковку. Для этого проводятся общественные слушания. Обсуждения будут идти до 15 декабря. К нам в комиссию по проведению публичных слушаний обратилось юридическое лицо МИР в части предоставления двух муниципальных услуг. Это отклонение от предельных параметров, отступ от красной линии и предоставление условно разрешенного вида использования для размещения физкультурно-оздоровительного центра с бассейнами, с термальными источниками, с офисными помещениями и подземной парковкой. Смешиваем мед, сахар, специи, вариваем это все в одну массу и потом уже будем добавлять яйцо и муку. И главное не забыть весы. Марина Шахаданова, юный кондитер, признается, они самая важная вещь на кухне. Прикинуть на глаз не получится. Сейчас она изготавливает медовое тесто для пряников. Увлеклась готовкой два года назад, когда ей было всего 15. Причина – жизнь вдалеке от центра города. Когда-то она подвернула ногу, пойти гулять не получилось, и она решила, а почему бы не состряпать сладкого? И увлеклась. Училась сама с помощью ютуба, инстаграма и читая поваренные книги. Даже мама не помогала. Нет, мама вообще не из этой сферы. Мама по котлетам, я по тортикам. Потому что, допустим, котлеты – это не моя стихия. Я вот котлеты пробовала делать, но что-то как-то не зашло. У матери Марины есть теория, откуда в девочке такая страсть к кондитерству. Недавно они выяснили, что отец ребенка в детстве сам любил готовить сладкое. Но Марина скептически смотрит на это. Чтобы папа нам приготовил какой-то тортик, я не видела. Поэтому, может быть, подкинем ему такую идею на 8 марта. После двух лет постоянной готовки сладкое Марине уже немножко приелась. Сама она редко ест то, что стряпает. А вот в кафе, рестораны, кондитерские время от времени заходит, чтобы узнать новый рецепт и попробовать, что готовят другие. У меня есть подружки, которые мне говорят, Марина, все, что остается вези нам, или если приезжают гости, они просто садятся и ложками едят этот оставшийся крем. У Марины есть Инстаграм. Там она рекламирует свой продукт. Помимо учебы, школьница успевает заниматься своим бизнесом. В 15 лет после некоторых особо удачных тортов такую идею предложила мама. Мне 15 лет. Какой продавать вообще и что-то делать? Поэтому я вначале так типа испугалась. И, наверное, все лето я говорила, да не буду я, не буду продавать ничего. Ну и потом все-таки как-то я решила попробовать. А точнее, я еще не начинала продавать торты, и у меня уже были заказы. С такой рекламой помогла мама. Сейчас у Марины нет отбоя от заказов, однако она еще учится, поэтому берет их осторожно, чтобы не забирать все время у учебы. 11 класс, выпускной. Поступать планирует на экономический факультет. Возможно, в будущем откроет свой магазин. Мама только за. Сейчас она испытывает большую гордость. Ее дочь попала на престижное шоу на федеральном канале. Серия с Мариной выйдет после Нового года. Ну, конечно, я там, гордость, радость, мне приятно, потому что, как сказать, мы как бы ее подбивали. То есть мы же, ну, смотрим иногда эти передачи, интересно. Хотя телевизор, конечно, мало смотрим. Но вот просто мы поддерживаем вот детей. Ну, как можно поддерживать, мы поддерживаем. Сейчас юный кондитер тратит все силы на две вещи – учебу и свое хобби. Продолжает принимать заказы и мечтает о своей квартире в центре, чтобы почаще гулять с друзьями. Медовое тесто готово. Все, мы его убираем в холодильник. В начале недели в Красноярске продолжится аномальное для сибирской зимы тепло. Днем во вторник будет стоять плюсовая температура. А вот в ночь на среду резко подморозит до минус 10, и днем уже не потеплеет. Более того, к ночи в город придет настоящая зима. Температура воздуха опустится почти до минус 20. Четверг станет самым холодным днем на неделе. Синоптики обещают морозные минус 14. Однако в темное время суток на один градус потеплеет. В пятницу вместе со снегом придет небольшое потепление. В выходные ожидается такая же погода.